Эй, доброго времени уток друзья, с вами Арталаски и это новое видео по созданию игры за 5000 долларов. И наверное у многих возникает вопрос, почему имея бюджет и возможность приобрести нужных мне персонажей, я все равно делаю некоторые модели самостоятельно. Да просто потому что мне это очень нравится. К тому же создавая модель специально для проекта, она будет вписываться в него намного лучше. Например, мне сейчас нужны моделики врагов, похожих на зомби, но на Асидстори и прочих магазинах я нашел лишь прям лютых, костлявых, полуразложившихся трупов с рваной одеждой. Все бы ничего, но мне такие не подходят. Поэтому я решил, что пора закатывать рукава. Создание модели я начал с поисков референс на пинтерест. Там я нашел несколько интересных топотулик, простейшую медицинскую маску и разные шмотки. Потом я поместился в эту замечательную программу PureRef. Она кстати бесплатная, но очень полезная. Не поленитесь ее себе заиметь. Ну а когда скетч был готов, я также поместил его в PureRef и стал искать болванку 3д персонажа. Так как хотел сделать его как можно быстрее. И в идеале даже не меняя топологию, как я это делал со своим самым первым персонажем. Кстати он доступен на юнити асидстор и его можно скачать абсолютно бесплатно. На эту болванку я стал цеплять одежду в Marvelous Designer. Программа довольно простая, но очень мощная. В ней можно быстро шить разного рода шмотки для персонажей и не только. Например можно сделать рюкзак или обтянуть мебель, создавать шапки, плащи и многое другое. Мой персонаж очень простой и одежда для него тоже будет довольно простая. Футболка и штаны. Кстати шаблоны и выкройки для шитья и конкретно для этой программы можно найти на том же Пинтересте. По задумке этот персонаж бывший военный, причем совсем недавно бывший. Он в неплохой физической форме, но есть явная проблема с мозгами, которая появилась после воздействия различных веществ. Не просто так. Его одежда это стандартный прикид пациента в госпитале в игре. Конечно все это можно было бы заскульптить зибрыши, а с использованием специальных кистей это было бы возможно и быстрее. Но Марвел делает довольно клевые складки, которые можно изменить за секунды в любой момент. В браши пришлось бы переделывать весь скульпт и это совсем не весело. Тем не менее в зибрыш мне все равно нужно. Когда вся одежда доделана, я экспортирую ее в зебру и начинаю обрабатывать. Впрочем теперь предстоит долгая работа по детализации персонажа. Ведь у нас есть болванка, а не прям готовая модель. По сути план работы в зибрыши примерно следующий. Обработать всю одежду, добавить и окантовку по краям, сделать швы и немного помять. Заскульптить обувь, добавить немного деталей и опять же швов. Задетейлить голову и руки. Ну и конечно же добавить немного аксессуаров. Насчет аксессуаров я подумал, что армейский жетон подойдет как нельзя лучше. Заодно это будет намекать игроку, что это не простые зомбики, а бывшие солдаты. Но тем не менее, именно в зибрыше я провел большую часть времени по созданию этой модели. Мечтаешь увидеть созданных тобой героев в играх уровня овервотч? С новым курсом от XYZ ты не просто научишься создавать красивых персонажей, ты поймешь весь процесс разработки целиком. От базовых форм до рига и анимации текстурированной модели. В этом тебе помогут преподаватели школы, художники с огромным опытом. Николай Цис работает в ID Software и участвовал в разработке Darksiders 3. Юрий Парубов участвовал в таких проектах, как Dragon Age Inquisition и Anthem. Работал в компаниях Racky Jump и Espera Soft. Особое внимание уделяется аркчасти. На курсе ты прежде всего художник, а не моделер. И основы, которые ты узнаешь здесь, применимы в любой стилистике. В финале обучения ты создашь дипломный проект по реальному тестовому заданию от заказчика для реально существующей игры. Возможно, после этого тебя пригласят на собеседование в одну из компаний. Регистрация на курс закрывается 20 января, а само обучение начинается уже с 29 числа. Начни свой путь в индустрии разработки игр, кино и искусства. Присоединяйся к курсу по разработке стилизованных персонажей. А вот превратить 14 миллионов полигонов в 6000 треугольников мне поможет ретопология и программа 3D-Code. Несмотря на то, что ретопку можно делать и в самом Зейбреше, в Майе или 3D-Максе, или даже в специальных программах вроде топогана, 3D-Code остается для меня наиболее удобным инструментом для ретопологии. Сетку модели я намеренно делаю очень лоупольной, местами даже будут видны угловатости. Но мой расчет таков, что в шутере от третьего лица угловатость сетки не будет прям так вот сильно палиться. А учитывая, что персонаж всегда в движении и всегда атакует игрока, ему будет попросту некогда его разглядывать. Ну и к тому же, малое количество полигонов позволит мне одновременно размещать в кадре намного больше таких персонажей. Что ж, сетка готова, самое время сделать и развертку, на которую уже буду запекать карты нормали и накладывать текстуры. В развертке есть простое правило, чем меньше швов, тем лучше. Но следовать ему я конечно не буду. Хоть в итоге швов получилось и немного, некоторые из них можно было бы и не добавлять, но ничего такого прям критичного. Настал черед запекания карт с хай поля модели на новую лоупольную сетку. Процесс этот не самый быстрый и зачастую приходится подбирать значения методом тыка. Если вы смотрели мое видео, в котором я создавал Зил 600 сил для этой же игры, то наверняка знаете, что я об этом думаю. Кстати, изначально я хотел использовать бесплатную X-Normal, но все же Substance справляется лучше и быстрее. Этап текстурирования один из моих самых любимых. Поначалу я просто накладываю наиболее подходящие материалы, настраиваю цвет, фактуры, маски. Но если бы я сделал заранее карту Color ID, то было бы намного проще и быстрее. Жаль, что я так поздно про нее вспомнил. Зато когда все материалы наложены, пора приступать к детализации. На этом этапе можно многое рассказать про персонажа, что он пережил или к чему готовится. Подтеки, кровь, грязь, пятна пота, вены, даже очень короткие волосы. Все это я добавляю на текстуру, которая, кстати, уже неплохо скрывает угловатость. Модель полностью готова. Осталось сделать рик и можно вставлять в юнити. Для этого видео я использую миксама, чтобы просто не затягивать ролик. Но для продажи на Asset Story или Gumroad, мне придется сделать рик без его помощи. Наконец можно добавлять персонажа в игру и посмотреть, что из этого получится. Сейчас на фоне прототипных комнат, без окружения, толкового света и пустообработки, все выглядит не так красиво, как например в Marmoset Toolbug. Но когда все это будет настроено, то и не только вид моделей, а все игры в целом, будет примерно как в Marmoset. А на этом у меня все. Надеюсь это видео вам понравилось и вы узнали много нового. Обязательно ставьте лайки или дизлайки и подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. С вами как всегда был Арталаски. Пока.